ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для информации, арена СДШ-8 вмещает порядка полутора тысяч зрителей. Следующим матчем в исполнении Гомеля станет официальное противостояние на стадии 1-4 финала Кубка Беларуси против футбольного клуба Минск. Разведчик и гемельчан в выходные побывали на матче Минчан против Реческого Ведрича и наверняка сделали необходимые для себя выводы. Что же касается спарринга против Желдор Транса, команды изначально договаривались играть не жестко, дабы избежать травм игроков в преддверии кубкового поединка. Отсюда и минимум борьбы стыков. Благо все обошлось. Забитыми голами у зелено-белых отличились Геннадий Близнюк, которому ассистировал Дмитрий Комаровский. А окончательный счет с передачи Сазановича установил Денис Яхно. 2-0. Всего же в матче приняли участие 22 футболиста Гомеля. Не сложно подсчитать. Алексей Меркулов сделал 11 замен. Ну, я думаю, были сильнее во всех компонентах. Но сейчас, как сказать, чтобы соперники не исчезли? Да, соперник был ниже уровнем. Тут понятно. Люди работают. На классе, да, можно и так сказать. На классе. Ну, я считаю, мы еще до сих пор будем притираться. И еще на это много времени затратиться так, чтобы команда собиралась с нуля. Ну, более-менее уже друг друга понимаем. Есть некоторые шероховатости. Есть плюсы, есть минусы. Команда, конечно, колесив хороший. Я думаю, что мы, ну, как притерлись, не притерлись, чемпионат покажет. 16 марта команда Алексея Меркулова проведет первый официальный поединок в сезоне. Горожане Вадима Скрипченко тоже настроены пойти по пути наименьшего сопротивления и прорубить для себя самый короткий путь на Евроарену. Ну, за счет коллектива, сплоченности, это всегда так бывает. Тем более, матч, двое, игра состоит с одной, ну, проход с одной, раньше с двух игр была, а сейчас с одной. Командных действий. Ну, надо выходить и играть друг за друга, за тренеров, за коллектив, за город. Я думаю, что все будет нормально. Минск видится крепким середняком лиги, славно укрепившим ряды в период работы трансферного окна. При этом горожане сохранили значимую часть прошлогоднего состава, чего не скажешь о Гомеле. Но зато у нашего клуба одна из самых ярких атакующих линий в лиге. И от этого Минску придется не сладко. Другим футбольным новостям. В продажу поступили абонементы на сезон 2013. Минимальная цена 300 тысяч рублей. Секторы 5, 17 и 25. Абонементные квитки за ворота и на северную трибуну обойдутся болельщикам в 380 тысяч. Пропуски на весь сезон на центральные сектора будут стоить порядка 450 тысяч рублей. А в Вип-ложу 21 сектора вход на все домашние матчи обойдется в 1,060,000 белорусских рублей. Футбольный клуб Гомель объявил о начале аккредитации для представителей СМИ. Средства массовой информации, желающие освещать домашние матчи клуба, должны предоставить официальное письмо от редакции. Выслать заявку необходимо до 29 марта на электронный адрес, который вы видите на экране в когомельbysobako.gmail.com. К письму следует приложить фотографии аккредитуемых сотрудников.